коллеги я вас приветствую сегодня у нас факт по программированию номер 25 такой юбилейный некоторый выпуск сегодня будем отвечать на вопросы давайте покажу какие их раз два три пять первый вопрос мне вернее 114 вопрос мне на самом деле очень понравился и давайте приступать а ну кстати перед тем как приступить я вас прошу подписаться на канал поставить колокольчик вы получите уведомления о новых выпусках видео в принципе не только этого вообще ну а мне это будет в помощь продвижение канала и и все давайте начинать итак начнем с первого вопроса вернее со сто четырнадцатого вопроса и звучит он следующим образом что вы думаете про аспектное ориентирование программирования аоп насколько данный подход оправдан ну надо сказать честно существует разные парадигмы программирования я вот сейчас покажу их несколько самые основные на самом деле и аспектное ориентирование программирования это один из одна из парадигмы один из подходов один из принципов то есть из которых существует определенные правила разработка и так если и говорить про основы, то ООП содержит несколько понятий, которые формируют так или иначе возможность использования этого кода и места его применения. Есть совет, точка соединения, срез, аспект как таковой и внедрение. Я не буду вдаваться в подробности, я попытаюсь на простых примерах показать как это, собственно говоря, работает. Итак, для начала определимся что такое аспектно-ориентированное программирование это парадигма программирования, основанная на идее разделения функциональности для улучшения разделения на модуль. На мой взгляд, звучит сумбурно если говорить просто, то это добавить дополнительное поведение в существующий код без его изменения. Наверняка у вас возникнет вопрос, когда это появилось, и ответ тут очень простой впервые подход появился в Java, разработан он был в компании, по-моему, Xerox, я честно говоря не помню врать не буду, но точно он появился в Java как аспект J и это было в 2001 году. Например, используется в Spring такой фреймворк Spring для Java на самом деле и он используется до сих пор. Как я уже говорил, это принцип очень простой добавить какое-то поведение которого нет в сущности или в коде без изменения самого этого кода. Как это делается? Ну, на самом деле есть несколько вариантов. Например, через рефлексию, когда какой-то перехватчик перехватывает код, добавляет какой-то функционал, а при этом сам код не меняется. В общем-то, есть способ использования через атрибуты. На самом деле, вот в Java аспект J это вот как раз через атрибуты. Ну, я в Java на самом деле не спец, просто поскольку, поскольку я просто видел некоторые варианты. Итак, что на себя представляет разделение на модуль? Если говорить по-простому, давайте представим, что тут большой шарик, ну, почти что шарик, да, и это один метод. То есть у нас в методе, который, например, делает сейфордер, мы сначала проверяем, есть ли пользователь админ, или там, есть ли он менеджер, если есть у него права, то есть проводим какой-то аудит. Далее в коде мы проявляем какое-то логирование, ну, допустим, аудит там прошел успешно, начинаем изменение базу данных, то есть вносить, и дальше в этом методе происходит сама бизнес-логика, то есть какое-то создание ордера и сохранение в базу данных. То есть, если мы открываем, например, контроллер, в ISP.NET Core у нас происходит в одном методе сначала аудит, потом мы добавляем логирование, потом бизнес-логику, и таким образом получается, что у нас в одном методе сразу все в кучу слеплено. надо сказать, что если у нас несколько методов, допустим, по удалению ордера или изменению ордера, мы так или иначе будем проводить тот же самый аудит и, допустим, делать какое-то логирование, и получается, что у нас вот это вот дублирование кода везде будет одинаково, будет добавляться и аудит, и логирование, если аудит не будет, то логирование точное, вы везде хотите знать о том, что вы делали, и все это записывать в логи, и таким образом получается, что мы дублируем код, и это на самом деле не есть good. И вот это вот разделение на модули, это как раз и есть вынос каждого из принципов, то есть из каждого из типов поведения, да, одного метода на конкретной его части. Например, аудит выносится в одно место и делается автоматом. Логирование производится автоматически, и вот это вот все как раз на эти модули разбивает и тогда получается, что вот эта модульность она приводит к тому, что поддерживать этот код будет проще. Например, если у вас изменить бизнес-логику, меняйте бизнес-логику, логирование у нас не зацепит, аудит не зацепит и в общем-то наоборот. Что говорить про как это в C-Sharp? Надо сказать, что в версии 4 фреймворка, нет фреймворка, есть класс RealProxy и по большому счету это такой специфичный класс, в котором есть ну в общем там через рефлексию все разбирается и так вот надстройка происходит. В ISP.NET Core RealProxy не ввели, сказали, что его не нужно, но ввели другой класс DispatchProxy, который собственно говоря введен для поддержки обратной совместимости. Ну если говорить проще, то его нельзя было не добавить, чтобы можно было импортировать свои проекты на другое. То есть если вы где-то использовали этот класс RealProxy, вам придется переписать код на использование DispatchProxy. Давайте теперь посмотрим в код. Мне кажется, так будет гораздо понятнее. Смотрите, допустим, у нас есть логер репозиторий, который наследник AI-репозиторий и в нем вот такое вот логирование, прям вот смотрите. Давайте прям вот таким вот образом покажу. Допустим, у нас есть какой-то метод добавить, метод delete, метод update, и в каждом из них, как видите, есть какое-то логирование. Это на самом деле очень хорошо, когда ваши логи пишутся, ну как бы суть в том, что вам это приходится делать в каждом методе собственно говоря заново, да, то есть вы приносите это все и делаете. Как это можно использовать? Ну если говорить про консольное приложение, то вот здесь вот мы создаем как раз этот вот логер репозиторий, который наследник AI-репозиторий и делаем создание кастомера, добавляем какие-то данные, добавляем, обновляем кастомер и на выходе у нас как раз получается красивая информация о том, что было до, было после, ну и так далее. Если говорить про то, как это можно модифицировать при помощи, ну например, того же самого RealProxy, то мы делаем объект, который наследуем от RealProxy, называем DynamicProxy и дальше через так называемый декоратор, да, ну это название переменной, но тем не менее мы будем получать сюда вовнутрь объект, который будет декорироваться и вместо того, чтобы докидывать эти логи до и после внутри метода, мы делаем это в отдельном классе, в отдельном вот этом DynamicProxy, то есть, грубо говоря, мы делаем какую-то обложку в раппер, если хотите, DynamicProxy, который будет внутри себя получать данные и вот эти логи будет прокидывать в наш код, в наши логи, ну то есть, в нашу среду логирования, где мы будем получать информацию о том, что было сделано. И если использовать уже этот код, это, кстати, картинки с MSDN, то есть Microsoft Документ, я ссылки закину в описании, вы можете более подробно с этим ознакомиться, давайте вот так вот. То есть, раньше мы использовали вот такой вот подход, а теперь мы создаем не просто репозиторий, а мы создаем через Repository Factory обертку, которая, собственно говоря, вот этот класс Customer обернет. То есть, оборачивает его и вот этот функционал, получается, который здесь мы уже используем, он внутри себя, через вот этот врапер, где внутри будет Invoke запускаться, то есть у RealProxy есть метод Override, в смысле, метод есть Invoke, который как раз вот эти логи докинет. Ну, мне это не нравится, потому что это рефлексия, на мой взгляд, это такой... Ну, если учесть, что вся эта фигня, весь этот подход был придуман очень давно, в 2001 году, много воды утекло, и я, в общем-то, не сторонник этого подхода, более того, есть более современные методы, ну, надо сказать, что эта штука работает, а аспектно ориентированная программирование в C Sharp, не только в Java, и в других языках, так или иначе она реализуется, то есть задача вот этого аспектно ориентированного программирования изменять код, не изменяя код, то есть добавлять какое-то поведение, не изменяя сам код, это можно сделать разными способами, через рефлексию, там атрибут какие-то использовать, может быть, там через генерацию кода, в конце концов, вот в C Sharp в последнее время появилось, это работает, но, в общем-то, в ASP.NET, Core, например, есть другие механизмы реализации, например, i Action Filter и Middleware, если говорить про Middleware, это более глобальная такая штука, которой вы можете прям накидывать свои штуки прям в процесс обработки запросов, а i Action Filter это уже непосредственно запрос до, запрос после, то есть, да, внутри это, конечно, рефлексия, но ничего не нужно реализовать, это уже за вас реализовали, с точки зрения ASP.NET Core, Pipeline, так называемый, то есть, очередь выполнения, она варьируется определенными надстройками, которые вы можете переопределить и, в общем-то, и более мелко через i Action Filter и более глубоко через Middleware, который кастомный, собственно, написанный, ну, как вариант, да. Подобный подход, кстати, реализован в пакете Mediator, то есть, Nuget пакет Mediator, ну, или в подходе Mediator, да, который есть свой pipeline, уже не относящийся в ASP.NET Core, но тоже может быть там использован. Например, вы можете Mediator вынести в сборку и вот этот вот, опять же, там, конечно, через всю рефлексию, но все вот эти надстройки, которые, например, эта библиотека позволяет использовать, она дает полное управление без написания этих Dispatch Proxy или там Real Proxy для старых версий. Работает, на самом деле, все круто. Ну и в итоге хочу сказать, что 2000 год уже, собственно говоря, давно прошел, более там, 19 лет, если хотите, более 20 лет, даже, если честно, и парадигма, она как бы была и осталась, она работает, то есть, отделить один код в модуль в другой код модуль, чтобы потом модулями можно было управлять, изменять, деплоить, если хотите, если, допустим, более глубокое разделение. Ну, сам вот этот вот подход реализованный АОП, ну, он немножко поменялся. То есть, принципы бы остались, а реализации через Real Proxy или Dispatch Proxy, они уже как бы более современные, на мой взгляд. Ну, в общем, я этим не пользуюсь, вернее, я даже не знал, что этим пользуюсь, но, тем не менее, получается, что уже в существующие современные фреймворки, SB.NET Core, там, уже это заложено и даже без использования SB.NET Core можно, собственно, реализовать этот подход. все хорошо в меру, как говорится. Я думаю, что на вопрос я ответил. Итак, вопрос номер 115. Востребован ли паттерн репозиторий при работе с Secure S и или Anti-Fore Core? Смотрите, репозиторий этот паттерн, который отделяет вашу бизнес-логику от базы данных. Грубо говоря, это прослойка между базой и вашей бизнес-логикой. Это абстракция, которая позволяет переключать, собственно говоря, базы данных и, собственно говоря, делать свою реализацию. Если репозиторий реализовать по-другому принципу, вы можете работать по-другому с разными базами. Если говорить про Anti-Fremwork Core, то тут все просто. Anti-Fremwork Core это и есть та самая прослойка, тот самый провайдер, который позволяет менять базу данных. И тут нужно говорить про то, что SecureS в общем-то это не что иное, как просто разделение операций записи и операций чтения. Если вы в Anti-Fremwork используете только Select, то это SecureS Read. Если только в Write, то есть Insert, или Update, или Delete, то это SecureS Update, то есть Write, то есть запись базу данных. Собственно говоря, если уж и говорить про этот вопрос, то здесь репозитория и Entity Framework они как бы имеют значение, а вот SecureS, ну, мы уже много раз про него говорили, это не то, на что нужно тратить время, это всего лишь разделение типов запросов. Причем он был, придумал этот SecureS паттерн давно, для того, чтобы разделить, и были две разные базы, в одну писалось, в другое читалось, и где-то там на глубоком уровне происходила синхронизация данных, но есть подобные реализации, ну, так, даже не так, правильно сказать, что есть имитация реализации SecureS в паттерне Mediator, когда он разделяет, но опять же, только потому Mediator, например, библиотека Mediator или Pattern Mediator реализует SecureS, потому что она вертикально разделяет вот эти вот запросы. Возвращаясь к нашему вопросу, который, собственно, говорит достаточно правильные вещи, репозиторий и Entity Framework это два конфликтующих понятия, репозиторий это абстракция на базу данных, Entity Framework это абстракция на базу данных, грубо говоря, абстракция ради абстракции это, ну, трудно сказать на самом деле, давайте так скажу, смотрите, репозиторий, если вы реализуете свой собственный репозиторий, то вы можете обращаться к базе данных, написать получение метода, получение данных в методе там, постранично, в методе там, by ID, я веду к тому, что в Entity Framework это уже практически все реализовано, и этого делать не придется, но, тем не менее, если у вас более глубокая интеграция вашей бизнес-логики с репозиторием, например, вы делаете аудит данных, то есть проверяете доступ, в Entity Framework этого нет, поэтому, в общем, все хорошо в меру, теоретически существует вероятность, что вы будете использовать Entity Framework как абстракцию более низкого уровня, а репозиторий аудит какой-нибудь, или репозиторий другого, название, то есть дополнительное, то есть надстройку на Entity Framework, теоретически такая тоже комбинация возможна, хотя в последнее время есть такая штука, называется Vertical Slide Architecture, которая позволяет инжектить Entity Framework внутри, инкапсулировать проверку на доступы, включить логирование и так далее, то в репозитории как таковой паттерн не требуется, Entity Framework его полностью реализует, ну, не полностью, да, то есть все зависит, конечно, от того, что вы прикладываете к нему, что вы хотите от него получить, тем не менее, Entity Framework это абстракция, которая может быть вашим провайдером, которая может подключаться через провайдер, провайдером к разным базам данных, а репозиторий, собственно говоря, делает ту же самую штуку, поэтому особо нет его использовать, хотя есть такие моменты, когда репозитории выше, чем Entity Framework и реализуют более сложную логику, как я уже сказал, там, аудит или логирование или еще какие-то вопросы, связанные с бизнес-логикой, но в которых, собственно говоря, нету в Entity Framework и так, следующий вопрос номер 116, что лучше использовать Туарейл и Тулист, что лучше для производительности приложения, надо сказать честно, что в определенный момент времени я тоже задумался над этим вопросом, провел несколько бенчмарков, погонял приложения с несколькими десятками, сотнями, с миллионами записей, особой разности, вот честно сказать, я не заметил, хотя, все, конечно, зависит от того, какая платформа, как приложение, какой фреймворк, может быть, количество ядер, да, то есть, они практически идут рядышком, но надо сказать, что Тулист дает немножко больше возможностей по управлению как раз этим объектом, листом в данном случае, в котором есть дополнительные методы добавить, удалить, в общем, из этих соображений я всегда, ну, почти всегда использую Тулист, когда мне явно не нужен Туарейл. С точки зрения производительности, я особой разницы не заметил. Вопрос номер 117, что такое Блоб, работали вы с ним, какие проблемы могут быть по его использованию и как вы их решали? Ну, давайте начнем с начала. Блоб это Binary Large Object, то есть, двоичный большой объект, массив двоичных данных, обычно это картинки или аудио, или видео, ну, и, в общем-то, другие мультимедиа объекты, и я не понимаю, как с ним могут быть проблемы. Да, я с ним работала, одно время очень даже плотно, ну, правда, это было давно, но это, собственно говоря, не важно. И проблема, в общем-то, которая у меня возникала, она может быть одна. Когда вы получаете пачку байт, на самом деле, достаточно трудно посмотреть картинку, глядя вот в этот набор байт, у которых, собственно говоря, может быть много, или посмотреть видео. Поэтому в дебаге, ну, некоторые сложности есть. То ли вы видео получили, не то ли вы видео получили. Ну, это опять же, я, наверное, уже как бы смеюсь, да, получается. Но я не понимаю, какие могут быть проблемы. Сейчас просто мир так поменялся немножечко, и поэтому JSON, сначала был XML, потом JSON, но, тем не менее, видео и аудио, и картинки никуда не делись, все равно с ними работать нужно. И, в общем-то, нет, не знаю, сложности, как бы, кроме того, что дебажить, не понимая, что за картинка, талия не талия, особенно, когда вам нужно заменить одну на другую, ну, вот в этом сложности, а так я, в общем-то, не замечал. Ну, и, наконец-то, 18 вопрос, он длинный, давайте его зачитаю. Есть микросервис, который должен отдавать какие-то данные, и еще файл, статические данные, и, как правило, с таким типом данных хорошо справляется NGINX. Как правильно в этой ситуации быть, разделять запросы или давать все вместе и файл, как байт. Ну, смотрите, здесь на самом деле NGINX, это веб-сервер, поэтому, как бы, он в любом случае с этим должен справляться, потому что у него задача другая. Если мы говорим про данные какие-то и еще файл, ну, вот, есть такой принцип Solid, называется Single Responsibility. Я бы это использовал два метода. Один бы отдавал какие-то данные, а другой бы отдавал бы какой-нибудь файл. Потому что, если вы пишете какой-нибудь API без UI-ного какого-нибудь там интерфейса, то это, на мой взгляд, должно быть два метода, которые отдают разные данные. Если вы в один метод запихнете и то, и другое, ну, как минимум, у вас будет непонятно, что возвращаться. То есть, какой объект данных, что должно вернуться. То есть, объект, тип объекта, который будет возвращаться с этого, ну, не знаю, мне сложно судить, я, может быть, не владею полнотой ситуацией, но, тем не менее, я точно бы не стал бы это склеивать в один запрос. Если файл должен отдаваться, то это один объект, если какие-то еще данные, например, JSON, это или XML, там, я не знаю, это другой объект и другой, собственно говоря, метод, который будет его обрабатывать. В противном случае, если вы все это склеите, ну, не знаю, мне что-то как-то не получается в голове уложить. Наверное, это очень плохой вариант, когда все вот это все в одну кучу слеплено. Я бы не советовал так делать. В общем, подумайте, нужно ли вам этот вот гемор, так сказать. Вот, наверное, вот так вот. Ну, во всяком случае, отпишись в комментариях, может быть, я просто не знаю подробностей, ну, как вот ответил, так получилось. Всем всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok